Уважаемые коллеги, ещё раз всем привет, кого не видел на открытии нового отрезка дороги северного обхода города Одинцова. Официально он, проект называется «Новый выход на МКАД» с федеральной автодороги М1 Беларусь-Москва-Минск. Конечно, мы рассматриваем этот проект не только как московский, городской, областной, но и, как принято говорить, как дополнительные возможности по увеличению пропускной способности паневропейского транспортного коридора, который связывает Берлин, Минск, Москву и Нижний Новгород. Это проект, который реализован на принципах государственно-частного партнёрства, и само по себе это уже для нас достаточно новое дело, но он не единственный. Сегодня мы обсудим строительство в целом центральной кольцевой автомобильной дороги. Её протяжённость составляет 529 километров. Также хотел бы отметить, что, конечно, и сама по себе центральная кольцевая дорога, как большой объект, как большой проект, позволяет решать значительное число задач не только для Москвы и Московской области, хотя, конечно, это у нас крупнейшая агломерация, в которой живёт огромное количество людей, более 20 миллионов, с приезжими эта цифра ещё больше, но и позволяет расшивать те проблемы, те узкие места, которые связаны с международными транспортными коридорами север-юг и запад-восток. Новая платная дорога, которая пройдёт параллельно Московской кольцевой дороге, позволит, ну, по крайней мере, на достаточно значительное время, потому что вечных решений не бывает, кардинально изменить ситуацию с пробками, разгрузить МКАД, который вместе с малой и большими бетонками остаётся в качестве бесплатного альтернативного пути. Новые дороги всегда придают импульсы развитию тем районам, которые они охватывают, в которых они проходят. Планы развития прилегающих к центральной кольцевой автодороге территории будут подготовлены столицей и областью совместно. Дорога, конечно, должна быть обустроена всеми возможностями, включая гостиницы, логистические центры, объекты общественного питания и вообще другие всевозможные объекты инфраструктуры. Здесь мы рассчитываем на инициативу местных предпринимателей, но я надеюсь, коллеги ещё несколько слов об этом скажут, также по поводу того, как видится реализация основных направлений этой работы. Общая стоимость проекта составляет почти 300 миллиардов рублей. Деньги очень значительные, поэтому не буду говорить банальности, естественно, их использование должно быть максимально эффективным. Стоимость проекта ещё, кстати, может быть оптимизирована, поэтому правительство приняло специальное решение о проведении ценового и технологического аудита по всем пусковым комплексам дороги. Также обращаю внимание на систему доступа к торгам. У нас присутствует антимонопольная служба. Рассчитываю, что предстоящие тендеры позволят привлечь к строительству ЦКАД опытных и надёжных российских и зарубежных партнёров. Правительство приняло решение направить в этот проект 150 миллиардов рублей средств ФНБ на возвратной основе. Есть предполагаемая доходность вложения, она должна составить около 6%. Предусмотрены также субсидии федерального бюджета и заёмное финансирование. Средства должны осваиваться полномерно, надеюсь, так и будет. Неправильно, когда деньги валяются просто на счетах в казначействе. Излишнее авансирование ни к чему хорошему не приводит. Планируется также, что частные инвесторы вложат порядка 71 миллиарда рублей. Здесь предусматриваются новые правовые и организационные механизмы для решения этой задачи. Помимо применяемых сегодня концессий, которые в общем и целом у нас уже наконец-то начинают работать, предусматривается использование долгосрочных инвестиционных соглашений. И, конечно, так же, как на той трассе, которую мы открыли сегодня, весь цикл работ должен исполняться одним контрагентом на протяжении очень длительного срока. Это десятилетие. Дорога должна быть введена в эксплуатацию в 2018 году. Давайте обсудим текущее состояние дел. Дорога должна быть вверх.